Всем привет! Помните, я использовала один препарат и обещала ответить вам на вопрос, помогает ли он от долгоносика? Так я отвечаю, не помогает. Показываю вам и название этого препарата и описание, чтобы вы не повторили мои ошибки и не тратили понапрасну время. А время, конечно, в борьбе с долгоносиком очень дорого. Вот посмотрите, как он работает. Надкусывает бутончик. Предварительно в этот бутон он уже отложил свою личинку. И бутончик засыхает, попадает в землю, прекрасно там зимует и следующей весной опять все повторяется заново. Когда мы видим, что остаются такие пеньки, значит уже свою работу долгоносик провел. Отложил личинку, бутончик надкусил, он высох и упал. К сожалению, моя борьба народными средствами и тем, что я покупала, не помогло. Опытные садоводы советуют собирать такие бутоны обязательно, потому что из каждого бутона будет долгоносик. Ну и вот главный герой этого сюжета. Долгоносик. Видите у него, какой длинный хоботок? Носик. Вот он с помощью него и прокусывает бутончик. Этот жучок очень маленького размера. Вот какой он в сравнении со спичкой. Настолько проблем он несет. Расскажу о нескольких народных способах, которые советуют в борьбе с долгоносиком, которые я испробовала и не помогают. Говорят, что долгоносик не любит золу. Ничего подобного, прекрасно он к ней относится. Что не любит хвою. Хвойные запахи. Нормально он переживает эти запахи. Что нашатырный спирт. Его отпугивает прекрасно. Все переносит он из нашатырного спирта. Вот этот препарат тоже не работает. Но если кому интересно, я потом расскажу об одном препарате, который в принципе сначала они исчезли у меня от первого, использования препарата. Потом надо было сделать вторую обработку. Но там уже был срок ожидания. А так как у меня уже наливалось клубника, этого делать было нельзя. Но тот препарат я взяла себе на заметочку. И на следующий год я уже не буду тратить время на всякую ерунду, а буду обрабатывать именно тем препаратом. Вы мне скажите, интересно кому, чтобы я рассказала про тот препарат. Или может быть для кого-то эта проблема не актуальна. Ну а нам всем хороших урожаев вкусной сладкой клубники без долгоносика. Постскриптум. Если кто-то думает, что какая проблема, такой маленький жучок. Да что там будет? А вот я вам еще хочу дополнить. Одна самка долгоносика за один сезон откладывает до 50 яиц. Это только на секундочку. И если ничего не предпринимать, можно потерять до 70 процентов урожая. Ну а теперь вы уже думайте, нужно с ним бороться или не нужно. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok